что хорошо в 3d это то что одну и ту же задачу можно сделать совершенно разными путями например нам нужна бочка есть как минимум три варианта сделать бочку самый первый вариант как мне кажется наиболее неудачный это делать бочку из цилиндра вроде как логично да вот сам цилиндр очень похож на бочку но как мне кажется это очень неправильный вариант потому что нужно делать очень много подготовительных работ и сам итоговый результат он будет не очень во первых мы не можем сразу выделить все фейсы и методом экструда и и выдавливать чтобы это были отдельные доски давайте попробуем если мы выдергиваем как бы все фейсы то у нас просто этот мышь просто увеличивается тут не бывает нет такого расстояния дело в том что бочка выглядит примерно так да здесь тоже нет расстояния но суть в том что бочка состоит из отдельных дощечек то есть по факту нам нужно особенно в казуальной стилистике нужно показать что здесь есть некая некое расстояние типа если рисовать схематично то вот бочка состоит из таких вот сегментов сегменты кстати говоря тоже полукруглые они не мог быть прям плоский то есть если опять же мы посмотрим на бочку все эти сегменты они полукруглые и бочка выходит натуральный и красивый но даже есть мы подготовим этот цилиндр ну полностью выделять полигона мы не можем нам нужно здесь сделать обязательно какое-то расстояние между этим ребром мы можем воспользоваться методом bevel даже как-то сильно уменьшить это расстояние ну допустим для наглядности сделаем 01 пусть будет какое-то все-таки расстояние и теперь же через один полигон вот один полигон второй полигон и третий полигон то есть через полигон мы будем выделять и попробуем сделать экструд то есть у нас получается две проблемы во первых сама доска она плоская и это расстояние у нас выходит таким как бы сказать каждая дощечка смотрит свою сторону они не стыкуются здесь вот так что этот вариант полностью отпадает нам он вообще не подходит удаляем второй вариант мы можем сделать такую плашечку плашечка находится не в центре таскать нашего мира нам нужно пивот поставить другое место в центральное сам объект будет на месте а пивот будет в другом месте центральном месте сейчас мы это сделаем то есть двигаем пивот по сетке если зажать текст он будет ставится по сетке мы изменили ему пивот теперь нам нужно сейчас будем дюпать но дюпать депликейте теме виду дюпать по радиусу вот мы его дюп им условно да и через shift д дюп им еще раз ну столько сколько нам нужно мы его дюпнули я сейчас не забочусь о геометрии с самой плашки с самого этой дощечки но выходит так что нам изначально нужно страна арт подготавливать его нужно как-то вот арт подготавливать я имею ввиду саму модель надо подготавливать так чтобы здесь был угол который потом сходился бы с другими дощечками то есть мы это удаляем и попытаемся сделать дощечку которая будет совпадать с другими дощечками то есть опять же это лишняя работа которая ну как бы нам по идее не нужно мы можем сделать это так что мы выберем вертексы и их немного вот так вот загнем я специально делал дощечку толстый такой массивный чтобы было очевидно в чем проблема мы можем также сделать бэвел но дальше еще можно ему добавить неких ребер чтобы потом можно было и загнуть его изнутри сделали мутри лайн а плохо видно сейчас вот такая дощечка получается и здесь получается так что нам нужно угадать радиус вот этот вот то есть если мы его подвинем сюда ну то есть есть двигать сюда то радиус будет один вы понимаете да если сюда радиус вот другой то есть мы изначально должны его каким-то образом угадать ну давайте попробуем то же самое меняем ему пивот и теперь попробуем через duplicate угадать радиус ну примерно мы его как-то так вот угадали допустим нас будет как-то так и теперь дюпаем по радиусу через shift d мы ну вот и получается так что нам нужно угадать не только с радиусом но и с шириной этой дощечки то есть нам сейчас придется все это как-то править все это как-то короче слишком много переменных которые нам нужно держать в голове тоже ну вроде бы как все сходится но только здесь вот не сходится мы не угадали с радиусом и не угадали с размером дощечки тоже херня тоже удаляем теперь расскажу о самом нормальном способе которые избавить нас от всех головных болей нам не нужно думать о радиус не нужно думать угле соприкосновения да с другую дощечкой нам нужно сделать просто обычную дощечку мы здесь применили просто был и сделали много больше полигонов вот и все что мы сделали первое что нам нужно сделать это дюкнуть сам объект через команди но если у вас маг просто поставляем его так как хотим близко чтобы он у нас был ну допустим вот так просто вот так поставили и теперь через shift d дюп им ну допустим чтобы было 6 штук 2 4 5 6 все мы их дюкнули у нас 6 дощечек 6 абсолютно одинаковых дощечек комбинируем их это у нас стал один единственный объект один единственный мышь нам вообще по большому счету все равно где находится объект в каком в каких точках координат нам на это плевать вообще мы здесь почти что ни о чем не думаем в этом то есть и прикол этого метода единство что нам нужно потом будет сделать но вдруг но обычно он сам ставит пивот центры ну нажмем такую кнопочку центр пивот но он и так в центре еще лучше конечно заморозить ну типа обнулить ему координаты и удалить всю историю это лучше всего сделать вот теперь он абсолютно чистый нет никакой истории у него нулевые координаты вот у него собственные координаты вот нулевые что теперь делаем теперь выбираем deform и делаем band изначально band появляется ну как-то рандомно каких-то таких значениях но здесь такой маленький совет вам нужно короче говоря вот эта кривая линия и вот эта кривая линия оси это две разные линии которые отвечают за разные вещи нам нужно выделить именно эту линию и мы получим доступ к band handle то есть это мы управляем самой осью то есть нам нужно выставить ось правильно допустим здесь делаем 90 градусов относительно нашего меша и пока не пугайтесь то что там происходит сама моделью нам это в общем-то плевать меняем здесь тоже на 90 градусов и таким образом у нас будет центральная ось по центру в общем поставьте так чтобы band находился той плоскости которая вам нужно бенди как и еще сказать и не знаю здесь у нас есть рукава это там low band то есть условно левый рукав да и правый рукав делаем его плюс один вот у нас получается вот такая модель к пока с ней ну мы не смотрим просто да и теперь нам нужно здесь написать насколько мы будем ее сгибать допустим напишем 179 градусов и мы уже получаем почти что идеальную модельку чтобы потом дальше ее с ней как-то работать единство что нам нужно сделать здесь сделать это допустим написать не 79 не 179 а 179 и 5 для того чтобы здесь было примерно такое же состояние как и здесь можете даже как-то сильно поиграться и сделать . 6 лечить такое ну и его и в любом случае мы получаем вот такой вот идеальный объект будущая заготовка здесь что получаем все дощечки они полукруглые смотрят все ну как солнышко там радиально в разные стороны каждая дощечка села на свое место у каждой дощечки есть такое ровная ровная прорезь который смотрят друг на друга то есть они плотно соприкасаются как и должно быть в бочке но поскольку мы делал казуал мы не слишком плотно сделали для того чтобы это выглядело более казуально дальше что нам нужно сделать это просто дюкнуть еще раз этот объект потому что если мы будем двигать этот объект то на него будет влиять этот модификатор band то есть видите почему так происходит красиво там что угодно можете придумывать будет очень красиво на самом деле но они войнам больше это не надо возвращаемся к нашему объекту делаем у центральный пивот удалим историю и фризим его координаты дальше просто можем выбрать центральные вертексы и через soft selection сделать бочку более такой ну как по бочкообразной и все у нас получается идеальная бочка без каких-либо нареканий и естественно дальше мы можем удалить все эти внутренние ненужные нам полигоны но по-моему получилось просто идеальная бочка давайте поставим бочку в центр это опять же делается через x мы не жмем edit pivot мы просто жмем x и двигаем зажатым иксом просто двигаем к центру координата прилипает ровно-ровно в центр этого пространства и можем просто добавить какую-то плашку сверху снизу как хотите нажмется фуку 2 и у нас получается вот такая вот идеальная бочка делается это буквально за два шага так что так